Я тут молодец, ты стал партнером, жду тебя там завтра или послезавтра, приглашай своих друзей. И вот здесь-то и начинаются ошибки и сбои. А мы запрещаем кого-либо приглашать и вообще рот открывать, до тех пор, пока ты не найдешь время, два-три часа, чтобы сесть со мной и детально обговорить, как делать этот бизнес, как приглашать, кого приглашать и вообще, что будет следующим шагом. И буквально так, если ты не сделаешь этого, я не гарантирую успеха и, скорее всего, у тебя его не будет. А вот если ты делаешь, как я прошу, то 99% что ты вообще, как угодно, за несколько циклов закончишь. Хочешь заработать, мы там говорим уже, 5000 евро. Вот ты потратил 300-5000, хочу. Вот тогда не открываешь рот на большой замок, замок на ключ и ключ куда-нибудь в речку. До тех пор, пока мы с тобой не поговорим о бизнесе. И что же, ну, если у него сейчас прямо есть время, то пожалуйста. Но лучше, конечно, чтобы он с этим пакетом продукции переспал, чтобы он весь изволновался, да, что, боже мой, Анна, какой шаг пошел, что будет, чтобы он немножечко понервничал, это очень хорошо, да. А потом на завтра или через день пришел и о чем с ним говорил? Что первую неделю ты занимаешься только тем, что составляешь список знакомых. И не менее двух раз в неделю мы должны с тобой встретиться. Ты мне примерно расскажешь, кого ты туда включил. И мы вместе с тобой будем выбирать, кого мы пригласим. И вот это мы, оно так хорошо действует на человека, так тепло, что не я буду решать, как, кого, куда, на какое именно мероприятие, под таким предлогом, как я буду это делать. А когда он, а когда я говорю, мы будем с тобой выбирать, и я буду расскажу тебе, как правильно его пригласить. Вот тебе неделя на то, что, вот именно на это действие. Все. И вот в течение, и поскольку он не знает следующего шага, то в течение недели он действительно, если он не встречается, то я говорю, что ты еще не хочешь успеха добиться? Тебе что, тысячи евро не нужны? То есть, ну, там уже стандартные приемы просто ускорения и подталкивания. И в течение недели мы действительно вместе выбираем, кого мы пригласим. Ну, небольшой такой список людей, конкретно из общего списка, на ком мы остановимся и кого мы будем приглашать. И мы же с ним репетируем, как именно приглашать, что мы будем говорить, на какое мероприятие, кого и какими словами. И мы это репетируем. И следующая неделя у нас идет приглашение одного или двух человек, как мы вот, в общем-то, выбрали по списку. И наша цель, чтобы на следующей неделе один из них стал партнером. А уже сей, когда он становится партнером, с ним идет точно такой же разговор. Абсолютно точно такой же, да? Бизнес будем делать тебе мы, каждый шаг будем подсказывать тебе мы, твоя задача ничего не предпринимать без согласований и без совета. Вот тогда ты сто процентов будешь успешен. И это вторая неделя у нас. И на третьей неделе у нас цель пригласить второго человека. Так, чтобы все-таки у нас был второй партнер. То есть мы три недели даем человеку для того, чтобы он пригласил двух партнеров и таким образом встал на ступеньку С. Вот это и есть ступень С. У него есть два партнера. Не всегда они активные. Но я хочу сказать, что вот этот подход у нас, что-то пока что очень хорошо себя показал. По крайней мере, лидер вот этой моей структуры май, июнь, июль, за четыре месяца сделала два цикла на первом месте и цикл на втором месте. Я считаю, что очень неплохие результаты. Мы работаем вот по этой схеме. Она себя очень хорошо показывает. И затем, конечно, мы вместе работаем с его первой линией. У нас с ними точно такая же задача. Они каждый имеют три недели. Первая неделя согласования списка со спонсорами, выбор, кого будут приглашать, и тренировка приглашения. Это очень важный момент. Прямо тренируем приглашение, чтобы в конце концов у него от зубов отскакивало, как он будет приглашать. Или мне нужен твой совет. То есть мы же обсуждаем кандидатуру. А таким образом мы понимаем взаимоотношения с тем человеком, который хочет пригласить. А значит мы можем придумать правильную фразу для приглашения. Или мне нужно с тобой встретиться. Или у меня к тебе важный разговор. Или мне сделали выгодное предложение. Мне нужны два очень надежных человека. Я выбран именно тебя. Или мне предложили выгодный бизнес. Я хочу, чтобы ты... Я доверяю твоему мнению. Ты очень глубокий, деловой человек. Твое мнение будет для меня решающим. В общем, мы выбираем конкретно для каждого человека схему, фразу, как мы его будем приглашать и на какое именно мероприятие мы его пригласим. Это работает. Отдача очень большая. Когда человек, новый партнер, сам решает один, кого и как, вероятность удачи намного меньше, чем если это мы будем решать вдвоем или даже втроем, идеально. И мы вместе выбираем кого, и мы вместе выбираем как, и еще и тренируем это. Насколько увереннее он будет выполнять эту работу. А ведь она и есть самая главная. Собственно, на этом-то и строится наш бизнес. Это все, что нам нужно уметь делать. Тут важно понять, что больше ничего не надо уметь. Все остальное сделают специалисты, лидеры компании, бизнес-тренеры компании и администрация компании. Нам единственное, что надо научиться, это приглашать людей на мероприятие. Вот именно этому шагу мы и придаем огромное, очень важное значение и не торопимся с ним. Потому что результат все равно потом получается достаточно быстро. И когда будет у наших первых партнеров А и Б свои два партнера, вот тогда мы встаем уже на ступенечку В. Вот она ступенька В. Для вот этого, для нашего главного дистрибьютора, которого мы пригласили, ступень С – это когда у него есть два партнера А и Б, а ступенька В – это когда у его партнеров А и Б есть по два партнера у каждого. Ну и ступень М – это та ступень, когда уже наши, когда здесь более разбитая структура, и здесь есть условие, что уже не менее, у нас не менее личных четырех приглашений, ну это уже нюансы, и, кстати, они шлифуются сейчас. Именно тогда, когда компания, или наша, точнее, наша учебная команда компании поняла, что основное направление нужно делать на понимание задачи СВМ, то сейчас шлифуются правила, когда нам называть ступенькой С, но с этим у нас нет разногласий. Мы согласны. Когда есть два партнера, все, ты уже на ступеньке С. Шлифуется В, однозначно, что это должно быть два партнера, и у них по два, но мы определяем сейчас срок. За какой срок надо вообще, вот если человек говорит, я иду в хорошем темпе, надо же знать, ты идешь в хорошем темпе, или ты отстаешь, или ты вообще такой молодец, этот темп опережаешь. И вот примерно так. Для С, если я не ошибаюсь, в среднем, в среднем даю два месяца, обратите внимание, мы в Киеве сделали три недели. А для ступеньки В, еще, если я не ошибаюсь, три месяца. Очень скоро это опубликуют прямо на сайте компании, или письма, фито 358 разожжет письма именно с этими определениями. А для ступеньки М, когда уже ваши партнеры, первые два уровня, получили первое вознаграждение, то есть уже конкретно ваша структура начала чувствовать материальную отдачу от работы в компании. Там, если не ошибаюсь, от ступеньки С семь месяцев. Потому что это может быть быстрее, может быть дольше, но вот от ступеньки С семь месяцев. Ну, я думаю, что это хорошо, что я вас в целом познакомила с этим, потому что, когда в самое ближайшее время вы получите уже абсолютно точные цифры, они еще немножко согласовываются, эти цифры, то вам уже будет легче понять и разобраться в этой системе. И планируется сделать прямо специальные значки для М. То есть на больших праздниках прежде всего будут награждаться те, кто в заданные сроки уложился с построением карьеры СВМ. И вы понимаете, что эта задача, она важнее, чем закончить первый цикл. Потому что сплошь и рядом мы наблюдаем за тем, что человек на своих продажах где-то сделал, да, у него вся структура не растущая. То есть его люди, его люди не имеют самих личных рекомендаций, все только его рекомендации. Он приглашает и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, а вот такого, чтобы он пригласил, а там дальше продолжается развитие по этой же схеме СВМ, а это не наблюдается. И в этом случае вы не будете М, если у вас нет продолжения в структуре такой же схемы. Вы будете М в том случае, когда у вас есть личные рекомендации, и у тех, кого вы пригласили, тоже есть свои личные рекомендации, и они уложились, в общем-то, в такие довольно вальяжные сроки. И все семинары будут направлены именно на, вот основные семинары бизнес-тренинги, они будут направлены именно на выполнение вот этой вот задачи СВМ. Но я вам хочу сказать, что мы уже, в принципе, даже опережая появление вот такого нового отношения, карьеры, компании, начали делать это в Киеве и просто увидели потрясающие результаты. Вот тут на вот это самое главное, что я могу сказать. Дело в том, что сама вот эта карьера СВМ, она сама по себе теоретически озвучена давно. Вы все, наверное, знаете о существовании главного дистрибьюторского тренинга, который называется С-тренинг. Знаете ведь о таком тренинге, да? Кто не знает про С-тренинг? Ну, мало. Нет, и все-таки мало. Подавляющее большинство знакомств с тренингом. И там ведь буквально, да, во втором пункте там озвучивается вот эта карьера. И, ну, там она просто преподносится как карьера, но без особой расшифровки. Там просто говорится, ступень С, если вы пригласили двух человек. Ступень В, это если у вас у двух приглашенных, есть свои два приглашенных у каждого. И ступень М, если это не просто приглашенные, а активные партнеры. Вот, собственно, и вся формулировка там, да? А вот сейчас для этого уже начинает придаваться более серьезное и более целевое назначение и временной смысл. То есть нужно за такой-то срок стать С, за какой-то срок стать В и за какой срок стать М и более четкие формулировки, которые действительно будут уже характеризовать силу вашей структуры. И, ну, что еще мы на Украине делаем? Помимо вот этой задачи СВМ мы расписываем вознаграждение. То есть у нас там есть прямо табличка, что вот смотри, за неделю, неделю ты думаешь, учишься вместе со спонсорами и решаем вместе, кого и как мы будем приглашать первая неделя. На второй неделе мы приглашаем одного человека на нашей задачи, чтобы он стал партнером. И на третьей неделе мы приглашаем второго человека. И смотри, практически после этого твоя основная задача выполнена. Вы понимаете, что мы ему говорим? Все. Ты все сделал. А что ты делаешь дальше? А дальше ты превращаешься в учителя. Твоя следующая задача учить и партнера А вместе с нами, и партнера Б вместе с нами делать то же самое. То есть мы им даем одну неделю на то, что они вместе со спонсорами составляют этот список и думают, кого и как пригласить. На вторую и третью неделю они должны иметь по два партнера. А дальше ты уже превращаешься в кого? В вышестоящего, такого уже именитого спонсора. у тебя шесть партнеров. Не шесть родственников, как мы обычно делаем. Так, тут я подпишу маму, тут я подпишу папу, тут я подпишу дочку, брата, сестру и племенницу. А действительно, это такие настоящие партнеры. И получается, плюс две недели на то, чтобы стать партнером уровнем уровня S, так ведь. И еще плюс три недели на то, чтобы получить первое вознаграждение. И сколько у нас всего получается? Шесть недель. То есть мы говорим, если ты будешь идти по такому графику, это мягкий график. Он говорит, это очень мягкий, это все можно было бы сделать за неделю. Ведь как правило так отвечают. А что так много времени-то даете? А вы посмотрите структуры свои. Да и так два месяца у вас очень многие не получили первую зарплату. А мы гарантируем, что при таком подходе через полтора месяца у тебя гарактировано будет 200 евро. Ну а затем, а этим также точно у них через полтора месяца у каждого из них будут свои 200 евро. А у тебя уже очень скоро будет 250. И это не трудно все подсчитать. Мы говорим, вот тут ты получишь 200, вот тут ты получишь 250, вот здесь вот ты получишь 300. Все, ты в плюсах. И вот эта цель конкретная, она очень хорошо работает. И люди волнуются, что я должен обязательно успеть. Ничего есть и раньше, ничего. А если позже, ну сам понимаешь, если эту задачу выполнишь ты не за три, не за четыре, значит, идти на одну неделю, а у вас на рождение отодвинется. И все дела. То есть нам действительно нужно ставить бизнес ну на более целевую основу. Все-таки мне кажется, что из-за того, что мы чуть-чуть вальяжно к этому относимся, да, а иногда я бы сказала даже прямо халатно. Я имею в виду вот тот случай, когда мы говорим, ну вот молодец, поздравляю тебя, ты стал партнером, на следующее мероприятие приходи с кем-нибудь. Я считаю, что это халатное отношение к бизнесу. Очень трудно просто так самому прийти с кем-нибудь. Это удается очень-очень немногим. Подобляющее большинство именно на этом этапе делают грубейшие ошибки и либо разочаровываются в бизнесе, потому что никто не хочет, никто не идет. Они же приходят и говорят, никто не хочет, да, никто не верит, никто не идет. Вы сталкиваетесь с такими фразами? Сталкиваетесь, оказывается, так же, как и мы. А вот эта система, она позволяет с этим не сталкиваться, но надо действительно серьезно к этому отнестись. И я думаю, что именно такой подход к бизнесу позволит нам поднять уровень развития на заметную, на заметно более высокую ступень. Я абсолютно уверена, что это произойдет, когда мы начнем к этому самому важному этапу относиться со всей ответственностью. Все. И бизнес наш прям полетит конфиденцией. Ну и затем, собственно, следующая ступень это участие наших партнеров в мероприятиях, где уже делается такой большой бизнес, где идет уже профессиональный рост, все более глубокое понимание значения компании. На примере истории людей это и красивый опыт применения продукции, и опять же на примере бизнес-истории понимание, что это дает действительно материальное благополучие, изменение отношений, изменение целей, появление новой мечты. Ну, могла ли я когда-нибудь мечтать о том, чтобы капризно выбирать, но в каком еще пятизвездочном мире. представьте,